Здравствуйте! В эфире выпуск новостей. В студии Александра Роднина. На трассе Одесса-Киев в смертельном ДТП погибли два человека. Авария произошла в 30 километрах от Одессы, рассказывают очевидцы. Столкнулись автомобили Део и Пежо. Два пассажира Део погибли. Еще один госпитализирован. Автомобиль Пежо полностью сгорел. Его водителя девушку удалось спасти. В доме номер 6 по улице Атамана Чипиги обрушилась часть стены жилого дома. В результате ЧП никто из жильцов дома не пострадал. Часть стены дома рухнула в пятницу около 9 часов вечера, сообщили в горсовете. В результате повреждены две квартиры. Спасатели и коммунальщики разобрали и вывезли обломки стены и временно укрепили этаж флигеля. Жителям двух квартир предложили временное жилье, однако они от него отказались, сообщает пресс-служба горсовета. Дом, который не признан аварийным, будет отремонтирован, заверили коммунальщики. А жильцам поврежденных квартир возместят ущерб. Официальный визит одесской делегации в Брюссель принес новые договоренности и проекты. Основные направления – встреч, вопросы экологической безопасности и совместные программы с европейскими структурами. Множество встреч, переговоров и обсуждения конкретных проектов. Одесскую делегацию принимали в Европейской службе внешнеполитической деятельности. Говорили о сотрудничестве в предпринимательской сфере и проектах экологической направленности в отделе экологической политики восточного соседства. Встретились руководители одесского муниципалитета и с группой советников генерального директора отдела координации политики восточного партнерства Евросоюза. Одесса сегодня прозвучала здесь абсолютно на всех уровнях, на самых высоких уровнях. Мы презентовали наш город, мы рассказали о тех процессах, которые происходят в нашем городе и в нашей стране, рассказали о том, как идет децентрализация в городе, о финансовой децентрализации. Я благодарю всех тех европейских чиновников, если так можно назвать, которые нашли в своем плотном графике время и уделили время непосредственно Одессе, городу Одессе. Для нас это очень важно. Особый пункт переговорного процесса – вопросы экологической безопасности, проекты берегоукрепления и очистных сооружений. Сегодня был первый этап – это этап подготовки и разработки тех проектов, согласования его со всеми европейскими инстанциями для прохождения и, самое главное, реализации за счет европейских фондов, мировых грантов, европейских грантов, тех инфраструктурных проектов, которые давным-давно уже назрели в нашем городе. Это вопросы, касающиеся и экологической безопасности, в первую очередь нашего города, техногенной безопасности, вопросы укрепления нашей береговой линии, вопросы очистки как питьевой воды, так и дренажных вод, ливневых вод. То есть систематизация работы в части улучшения инфраструктуры миллионного города, города, который сегодня является одним из основных туристических и курортных центров нашей страны. Еще одна важная тема – проект свободной экономической зоны, инвестиционная привлекательность и узнаваемость Одессы. Мы стремимся к тому, чтобы Одесса, как образцово-показательный город, выступал на европейской арене с самой лучшей стороны. Мы показываем нашу страну и наш город с самой лучшей привлекательной стороны. Встреча с директором Европейской организации общественного права профессором Спиридоном Флагатисом – еще одно знаковое событие для одесской делегации. Он – прямой потомок одного из первых бургомистров Одессы – Теодороса Флагатиса. Здесь больше говорили об истории, современности, имиджи и мести Южной Пальмире в мире. День национального возрождения Греции Рыбин провел митрополит одесский и измаильский Агафангел. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Представители официальной делегации, члены греческой общины, одесситы и гости города пришли помолиться за процветание Греции и Украины. 25 марта – особый день для всех сограждан, отметил министр морского флота и островной политики Греции Курумблис Панайотис. Я, как и все греки, с детства изучал историю и знал о роли организации «Феликие Терия», которая была учреждена в Одессе, о её роли в организации национально-освободительного движения. В сознании каждого грека Одесса занимает особое место. И сегодняшнее участие в празднике большой делегации Греции, в состав которой входят представители всех политических партий греческого парламента, министерств, дипломатического корпуса, даёт начало новому этапу наших отношений, которые будут соединять Украину и Грецию, в особенности Одессу и Перей. Приняли участие в молебне и руководители греко-украинской палаты. «Мы будем просить Святую Марию, чтобы она помогла Греции и Украине в эти трудные времена выжить и перебороть все трудности. Одесса – прекрасный город. Мы приезжаем сюда уже 26 лет. В этом заслуга общества «Феликие Терия» – тайного сообщества, которое было создано в Одессе. Мы будем стараться помогать Одессе всем, чем сможем». «Для нас сегодня особенный день. Это большой праздник. Мы надеемся получить благословение на дальнейшее действие в нашей жизни. Мы очень рады и счастливы быть в этом городе, в бриллианте Черного моря. В этот день хочется пожелать как греческому, так и украинскому народу быть счастливыми и процветающими. Прежде всего, я хочу пожелать и попросить у Бога здоровья. Во-вторых, иметь здравомыслящую голову, чтобы не было никаких черных мыслей. Это мечта наших народов». Побывал на службе в храме и гость из Киева поэт-эллинист Василий Степаненко. «Сорок років працюю з Грецією, як перекладач-літератор. Це країна особлива. І, звичайно, так само, щоб вони жили в достатку, бо на превеликий жаль зараз, коли останніми часами я буваю в Греції, у них такі дуже складні умови життя, як і в нас. Грекам і українцям я бажаю подолати всі труднощі, які зараз, сьогодні є, щоб у майбутньому їх не було». Праздничні мероприятия по случаю Дня національного возрождения Греції продолжились в одесском філяле Греческого фонду культуры. Члены официальной делегации з Греції, представители греческой общины, гости праздника возложили цветы к памятнику основателям общества «Филики Этерия». Затем в исполнении юних артистів прозвучал гимн Греції. Праздничні мероприятия поціонального возрождения Греческого фонду культуры «Филики Этерия». Солнечная весенняя погода пробуждает у многих одеситов желание поработать на свежем воздухе, привести в порядок свой город, свою улицу, родной двор. Для жителей Киевского района проведение субботников стало луфей. В этот день основное внимание решили уделить двору дома номер 168 Пулесдорской дороги. К субботнику присоединились не только сами местные жители, но и учащиеся школы номер 84. Ведь именно с совместной инициативой руководства этой школы и депутата Одесского гурсовета Дмитрия Танцюры в свое время и началась реализация инициативы «Дом, в котором мы живем». Много лет назад социальная инициатива депутата Дмитрия Танцюры и жителей Киевского района начиналась с обычных субботников. Тогда главной задачей было сплотить одесситов, научить, что называется, работать в команде, чтобы шаг за шагом преображать свои дома и дворы. Сегодня опыт успешной работы, общественной инициативы «Дом, в котором мы живем» активно заимствуется жителями разных микрорайонов города. Вместе с тем местные жители помнят, что все начиналось с обычных субботников, поэтому их здесь так любят и с нетерпением ждут. Вот Дмитрий Николаевич говорит о том, что акция «Дом, в котором я живу» началась в школе 84, это действительно так. И каждый год мы эту акцию продолжаем с разными детьми, разными родителями. Это дома, прилегающая территория, те дома, где живут наши дети, они приводят в порядок вместе с родителями, вместе с жильцами, вместе с работниками общественных других организаций. Это очень здорово, потому что воспитывается любовь к родному краю, наверное, к родному дому. Это самый главный дом, в котором я живу, это моя родина маленькая. Именно субботники, вспоминая директор школы, в свое время были теми объединяющими мероприятиями, которые помогли сплотить жителей микрорайона, повысить их ответственность за состояние домов и дворов, научили решать многие бытовые проблемы. Сегодня любую инициативу, которая уже идет от самих одесситов, всегда поддерживает их депутат Дмитрий Танцюра. Очень здорово, когда есть плечо товарища, когда можно какие-то общие вопросы решить, когда можно какие-то интересные идеи поддержать. И я, конечно, очень благодарна, что Дмитрий Николаевич всю, любую инициативу школы поддерживает. Инициатива «Дом, в котором мы живем» является тем проектом, который вдохновляет людей выйти на улицу и убрать свою территорию. Если вы заметите, сегодня активными участниками этого процесса являются школьники, преподаватели школы номер 84, сотрудники ЖКС при поддержке райадминистрации. Сегодня, говорит депутат, одесситы стали более осознательными и ответственными. Инициативу проведения субботников подхватывают все больше жителей Киевского района. Весна – это процесс оживления. И субботники такие – это наша традиция. Это те правила, которые должны соблюдаться регулярно, ежегодно. Четыре года назад мы начинали с одного субботника в одном дворе. Если мы сегодня с вами проедем по всему моему округу, сегодня практически в каждом дворе идет субботник, и активность людей повышается. С удовольствием все работают. В первую очередь нам удалось сплотить наших людей, которые никогда не выходили, но, тем не менее, сейчас они организовались. При помощи нашего депутата Дмитрия Николаевича мы очень рады, что есть такая программа «Дом, в котором мы живем». Мы под этой программой пытаемся собрать людей, вывести на улицу, организовать субботники для того, чтобы было как-то более чисто, красиво. Не всегда привести в порядок свой двор и улицу можно лишь собственными силами. И тогда одесситы обращаются к своему депутату. За несколько дней до субботника при поддержке Дмитрия Тантюры в Киевском районе производилась обрезка деревьев. Также в рамках проведения субботника горожане попросили установить у них во дворах новые скамейки. Мы к нему обратились, потому что старенькие бабушки не могут сидеть долго без спиночек. Мы обратились к депутату для того, чтобы благоустроить наш двор и попросили эти скамейки. Скамейки в данный момент уже устанавливают. Сейчас мы их покрасим и приведем в порядок двор. Помимо самих местных жителей, активно в субботнике принимали участие и родители учеников школы номер 84. Совместный труд объединяет, говорят они. Пришли сегодня на субботник, который проходит вот здесь на Лизорской дороге. Мы очень рады этому субботнику. Мы всегда активные участники 84 школы, мы всегда участвуем во всех субботниках. Дмитрий Николаевич организовал субботники. Мы хотели всеми родителями поучаствовать в этом. Хотим, чтобы больше этих субботников было, чтобы мы вместе все сообща делали какую-то работу. Чистые дворы, ухоженные клумбы, покрашенные скамейки. Горожане уверены, двор по-настоящему зацветет и станет ухоженным лишь тогда, когда сами жители за него возьмутся. И в этом одна из основных идей социальной инициативы депутата городского совета Дмитрия Тантюры, дом, в котором мы живем. Одесса – многонациональный город. Во все времена здесь жили представители разных народов, судьба которых зависела от судьбы всей страны. В эпоху политических репрессий преследованием подвергались люди, независимо от их национальности. Жизнь разбрасывала одесситов по всему миру. Но спустя много лет потомки греков, немцев, поляков, румын и многих других народов обращаются в Государственный архив Одесской области в надежде отыскать сведения о своих предках. Порой такие личные поиски приводят к сотрудничеству с государственными и общественными организациями других стран. О договоре партнерства одесских архивистов с Институтом национальной памяти Польши «Новая архивная Одиссея» – программа совместного проекта Государственного архива Одесской области и нашей телекомпании. «Иніціатором цього проекту стала наша дослідниця. Це пані Ванда Цуркан, яка одесситка, але давно вже проживає в Польщі, громадянка Польщі, яка приїхала до Одеси для того, щоб вивчити історію своєї сім'ї. Один із членів родини був репресований. І от таким чином, вивчаючи свою історію сімейну, вона звернула увагу на ту велику кількість польських прізвищ, які значилися за описом фонду УСБУ. Цей фонд був переданий нам в Державний архив Одесської області, з 2007 року передавався постійно, і наразі понад 13 тисяч справ зберігаються у цьому фонді. І от пані Цуркан і запропонувала, знаючи добре, яку діяльність веде Інститут народної пам'яті, вона вирішила нас об'єднати в одному спільному проєкті. І завдячуючи їй, ми якраз і маємо ці дуже гарні перспективні контакти. Це наша перша зустріч. І цікаво було почути, що в Польщі мало що відомо про історію репресій польських громадян. Історія репресій – це частина великої цікавої історії польської громади, яка починається разом із Одесою, тому що навіть за першим переписом населення ми бачимо 285 вихідців із Польщі, які оселилися тут. Це були ремісники, фабриканти, люди, які таким дрібним бізнесом займалися з одного боку, а з іншого боку це були володіння крупних магнатів польської шляхти. Такі родини, як Ржевузькі, Потоцькі, Сабанські, Грохольські, вони Сибромархоцькі, Шеміготи, вони володіли тут і будинками, і землями. І одним із перших торгових домів, торгових будинків в Одесі, якраз ним володів прот Потоцький. І казарми Сабанські, які ми знаємо, це залишилося от опонімиці нашого міста. І якраз це йде від перших років заснування Одеси. Благодаря богатству фондів Государственного архіва Одесской області, польські архівісты получили можливість не тільки виконувати запланировані роботи, але й значительно розширити їх тематику. Одною з найважніших задач нашого інститута є збор інформації, документів о репресіях, котрим були підвержені поляки в ХХ віке. В тому числі о тех поляках, які жили на території Польщі, і особливо за її пределами. Ще не так давно ми не маємо ніякої інформації, ніяких документів по установлению личностей поляков, які подвергалися репресіям на советській території. Одним із таких примерів, о которых в Польщі нічого не знали, був період 30-х годів. Польщу ми називаємо цей період «Польська операція». Але мені краще було б називати цю «Антипольська», поскольку она проводилась проти польського народу. С цим временем зв'язан наш визит в Одесу. Ми получили інформацію, що тут, в Одесском архиві, мається матеріалу по жертвам репресії. Наша встреча це підтвердила. Ми навіть не предполагали, що то, що ми можемо здесь увидеть, превзайдет все ожидання. Наші учені знали, що такі матеріалу дозволи де-то бути, але не знали, де їх искати. Це перша група заінтересованних лиц, але для мене, як сотрудника архива, більш важливим є то, що ми можемо дати інформацію семьям репресірованних поляків о судьбі їх близьких. Ведь многие люди не знали, що це була продуманна операция по уничтожению людей, подобно той, которая осуществлялась в Хатыні. Наряду з изученням нужних документів, польські колеги решили також помочь сотрудникам Одесского государственного архива в дуже важній і об'ємній роботі – оцифровки архивних матеріалів. Приємно, що приїхав директор, замдиректора, щоб изучити реальне положення дел у нас. І я думаю, що цей проект даст толчок новим проєктам. І це дійсно требування сьогоднішнього дня – оцифровати документи, зробити їх відкритими, доступними не тільки для ісследователей, але і для рядових граждан. Це задача, яку ми маємо рішити, і це один із шагів к її рішенню. Значення занятий разными видами творчества для всестороннього развития ребёнка трудно переоценить. Піння, игра на музыкальных инструментах, хореографія – це положительно сказывається на умственной і физическій ше задатки будущего певца, исполнителя, композитора или танцора. Разносторонне развитие детей – основна задача Одесского центра семейного творчества «ЛАТ». Здесь, в Центре семейного творчества «ЛАТ» мальчишки и девчонки делают первые шаги в удивительный мир искусства. И постепенно точки на линиях становятся для них нотами. Ноты преобразуются в звуки, а звуки соединяются в аккорды. 2017 год для семейного центра «ЛАТ» особенный, юбилейный, говорят сотрудники. И вспоминают, 30 лет назад это было небольшое подготовительное отделение при школе Столярского. Тогда была маленькая подготовительная группа. Сейчас Центр разросся до самостоятельной единицы, творческой единицы, которой мы гордимся. Центр воспитал за это время огромное количество выпускников. Главная задача Центра – привить любовь детям к музыке, развить творческие способности, научить видеть прекрасное в окружающем мире, говорят педагоги. А для этого преподаватели постоянно ведут поиск новых форм и методов работы с детьми. Центр гордится своими педагогами. высококвалифицированными педагогами. За это время, за время существования Центр подготовил огромное количество раздаточного материала. Он гордится своей методикой, которую используют не только в пределах города, но и за рубежом. Яны и музыканты с удовольствием выходят на сцену, ведь это не только возможность продемонстрировать свои успехи преподавателям, родителям и друзьям, но и радость творчества. Есть нас среди всех знакомая, есть нас среди всех известная, очень-очень интересная музыкальная страна. Как только ребенок начинает уверенно стоять на ногах и произносить первые слова, уже можно приобщать его к занятиям музыкой. Здесь принимают детей с полутора лет, в младшую группу ладошки. Есть средние и старшие группы. Гордится Центр ЛАД и своими старшими воспитанниками. Андрей Мацедонский стал лауреатом конкурса «Наследники Утесова». Атмосфера очень хорошая, хорошие педагоги. И каждый раз, когда я вижу, когда занимаются здесь дети, то я не могу не улыбаться. О море, море, преданным скалам Ты ненадолго подаришь пивой Море возьми меня в дальние дали Парусь за малым вместе с тобой А у этих малышей главные творческие победы еще впереди. Хотя их уже можно назвать настоящими артистами. Маленькой Амелии нет еще и пяти лет. Родители привели ее в Семейный Центр ЛАД в двухлетнем возрасте. У нас малышка сегодня уже выступает на сцене, принимает участие в различных конкурсах. У нас уже есть танцевания, выигрыши. Мы этим очень довольны. Семейный Центр ЛАД абсолютно гармонично развивает ребенка. Вокалом и хориографией занимаюсь. Здесь изучают музыкальную грамоту, играют, поют, танцуют. Сальфеджо – это в игровой форме знакомство с музыкальной грамотой. Шумовой оркестр, где дети играют на музыкальных шумовых инструментах в оркестре совместно. Хор – там, где они изучают песенный репертуар и потом выступают с этим песенным репертуаром на сценах города, в различных концертных мероприятиях. И сцен движения и хореография – там, где дети учатся двигаться на сцене, держать себя на сцене, уметь выходить на сцену. Ранее творческое развитие помогает детям в дальнейшем активно проявлять себя в разных сферах жизни, отмечают специалисты. Это такое развитие, которое дает в дальнейшем ребенку быть лидером. Это дети, которые приходят в школу и не боятся выйти, отвечать урок, потому что они до этого выходили много раз на сцену. Наши дети имеют огромную концертную практику. В месяц у нас несколько выступлений концертных. Это и городские площадки, это и театральные площадки. Станет ли ребенок профессиональным музыкантом и победителем конкурсов – не столь важно. Главные выпускники семейного центра «ЛАД» наверняка вырастут разносторонне развитыми творческими людьми, которые смогут справиться в жизни с любыми трудностями. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Официальный визит одесской делегации в Брюссель принес новые договоренности и проекты, основные направления встреч, вопросы экологической безопасности и совместные программы с европейскими структурами. «Одесса сегодня прозвучала здесь абсолютно на всех уровнях, на самых высоких уровнях. Мы презентовали наш город, мы рассказали о тех процессах, которые происходят в нашем городе и в нашей стране, рассказали о том, как идет децентрализация в городе, о финансовой децентрализации. Я благодарю всех тех европейских чиновников, если так можно назвать, которые нашли в своем плотном графике время и уделили время непосредственно Одессе, городу Одессе. Для нас это очень важно». 25 марта – особый день для греков всего мира. Это день национального возрождения Греции. По традиции в Одессе его отмечают торжественно и волнительно. Ведь именно с нашего города началось национально-освободительное движение за независимость Эллады. Для участия в праздничных мероприятиях в Одессу приехали многочисленные гости из Греции. А начался этот день с традиционного молебна во славу Греции и Украины. В Свято-Троицком греческом соборе молебен провел митрополит одесский и измаильский Агафангел. «Для нас сегодня особенный день. Это большой праздник. Мы надеемся получить благословение на дальнейшее действие в нашей жизни. Мы очень рады и счастливы быть в этом городе, в бриллианте Чёрного моря. В этот день хочется пожелать как греческому, так и украинскому народу быть счастливыми и процветающими. Прежде всего, я хочу пожелать и попросить у Бога здоровья. Во-вторых, иметь здравомыслящую голову, чтобы не было никаких чёрных мыслей. Это мечта наших народов». Солнечная весенняя погода пробуждает у многих одесситов желание поработать на свежем воздухе, привести в порядок свой город, свою улицу, родной двор. Для жителей Киевского района проведение субботников стало уже доброй традицией. В этот день основное внимание решили уделить двору дома номер 168 Пулесдорской дороги. К субботнику присоединились не только сами местные жители, но и учащиеся школы номер 84. Ведь именно совместной инициативой руководства этой школы и депутата Одесского горсовета Дмитрия Тантьюры в своё время и началась реализация инициативы «Дом, в котором мы живём». «Очень здорово, когда есть плечо товарища, когда можно какие-то общие вопросы решить, когда можно какие-то интересные идеи поддержать. И я, конечно, очень благодарна, что Дмитрий Николаевич всю, любую инициативу школы поддерживает». «Весна – это процесс оживления. И субботники такие – это наша традиция. Это те правила, которые должны соблюдаться регулярно, ежегодно. Четыре года назад мы начинали с одного субботника в одном дворе. Если мы сегодня с вами проедем по всему моему округу, сегодня практически в каждом дворе идёт субботник, и активность людей повышается. С удовольствием все работают». Значение занятий разными видами творчества для всестороннего развития ребёнка трудно переоценить. Пение, игра на музыкальных инструментах, хореография – всё это положительно сказывается на умственной и физической активности, помогает выявить в малыше задатки будущего певца, исполнителя, композитора или танцора. Разностороннее развитие детей – основная задача Одесского центра семейного творчества «ЛАТ». «Центр гордится своими педагогами, высококвалифицированными педагогами. За это время, за время существования, центр подготовил огромное количество раздаточного материала. Он гордится своей методикой, которую используют не только в пределах города, но и за рубежом». Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках новостей. Редактор субтитров А.Семкин